11.06 в Кирове. Это четверг. Начинается программа «Дневной разворот» в студии Анна Лапшина. И Светлана Занько. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Два часа у нас с вами слушатели есть и две темы, как обычно это бывает. Во втором часе мы поговорим с вами о развитии городской среды. И кто за это отвечает? Возможно ли власти, бизнесу и общественным активистам, вообще жителям города как-то объединиться для того, чтобы эта самая среда развивалась так, как нам всем необходимо? И самое главное, можно ли заманить в не очень, может быть, экономически привлекательные города инвесторов, которые готовы будут вкладывать деньги в развитие? Да, ну и конечно же мы поговорим о том, Киров-то вообще может как-то в общий тренд вписаться, вырулить наконец-то на ту дорогу, по которой сейчас идут очень многие регионы Российской Федерации. Ты знаешь, я вчера читала новости, оказывается, в Москве за последние 8 лет, с 2010 по-моему года, освещенность улиц в вечернее время выросла на 40%. А в Кирове такое ощущение, что за 60 лет не меняется ничего, а ты про общий тренд. Но мы сегодня поговорим с нашим экспертом. Совершенно верно. А в первой части нашего дневного разворота тема, честно говоря, неожиданная для нас, но тем интереснее в эту тему окунуться, потому что лично для меня движение КВН, просмотры телевизионных программ, боление за те или иные команды, цитирование различного рода шуток и искрометных фраз, оно закончилось где-то в начале 2000-х. Сори, я не знаю, как ты, Аня, правда. А потом легкое было увлечение КВНщиками, которые перешли... КВНщиками именно? Или КВН? Нет, КВНщиками и их деятельности, которые перешли на канал ТНТ и вот это вот все, комедий-клаб, комедий-умы и прочие комедии-камедии, да, вплоть до того, что мы на этих выходных новогодних с дочерью пересмотрели впервые, но все елки подряд пересмотрели. Вот, долго от них отбрыкивалась, и я, ну, посмотрели с удовольствием большим. Все, то есть он как бы, вот лично для меня он умер, и люди, которые в нем принимали участие, произвели нечто новое на свет и пошли по этому пути, и вот, и все. И на первом канале ты больше за ними не следила? Нет, абсолютно. Я даже не следила за скандальными историями, связанными с руководством и как-то отстаиванием, там, чей КВН, как он должен называться, кто его должен там патронировать, управлять. Я вот ни за чем за этим не следила, так мимоходом, естественно, проносились вот эти вести мимо моих ушей. Но тут оказалось, что команда КВН из нашего региона, которая называется «Вятка», вернулась в высшую лигу. Это для меня лично был сюрприз, и прямо новость, новость. Но это было неожиданно, потому что никто не готовился, вот, и мы, наверное, все-таки должны представить гостя нашей студии, анонсировать приход второго нашего гостя, Никита Трунов, актер команды КВН «Вятка» в нашей студии. Добрый день, Никита. Добрый день. Да, и мы ждем вашего коллегу по команде Дмитрия Бушуева, который немножко опаздывает. Да, всех поклонников КВН, всех участников этого движения, а в Кирове таких очень много, и среди наших коллег, они очень много бывших КВНщиков, да. Мы приглашаем к нашему разговору телефон студии 211-101, 211-101, прямой эфир. Вы можете внедряться в нашу беседу, задавать вопросы и высказываться. Пожалуйста, нам интересно, насколько для вас еще свежо это движение, насколько действительно вы заинтересованы в том, чтобы оно развивалось, например, в Кировской области, а может быть, в России. И опрос, который мы разместили на сайте хакирова.ру в нашей группе ВКонтакте, он очень простой. Современный КВН мне интересен или неинтересен? Немного человек проголосовал на сайте хакирова, но пока что 100% проголосовавших говорят неинтересен. А я бы на твоем месте обновила страничку, потому что на моей страничке почему-то 93% говорят неинтересен, но все-таки есть люди, кому интересен. А я это делаю, но мой компьютер, а тук-тук, директор по развитию, тук-тук, мой компьютер зависает. Хорошо. ВКонтакте ситуация немножко более оптимистичная, я бы сказала. Предположим, что ВКонтакте более молодая аудитория, наверное, все-таки. Неинтересен, говорят нам 89%, но интересен, говорят 11%. Вот сейчас мы будем разбираться, почему это первое. И второе, может ли КВН восприниматься не как развлекательная какая-то составляющая телеэфира или мероприятия каких-то развлекательных и праздничных? Может ли КВН восприниматься как инструмент развития, в том числе развития территорий? Совершенно верно. О котором мы будем говорить во втором часе тоже. Совершенно верно. Подошел наш второй гость Дмитрий Бушуев, фондом команды КВН «Вязко». Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Ну, в общем, Дмитрий, должны мы вам сказать, что пока что в голосовании интересен мне современный КВН или неинтересен, наши слушатели говорят, не, неинтересен. Процентов 90-е там и там говорят, что неинтересен. А во втором вопросе, почему неинтересен, говорят, что из-за тебя. Сейчас разберемся, кто виноват. Итак, ну, во-первых, правда, давайте расскажем, каким образом вы вернулись в высшую лигу. Я так понимаю, что состоялась игра в Сочи и в марте предстоит игра в Москве. Все верно. В Сочи был фестиваль. Всех команд КВН было более 600 команд. Редакторы на протяжении 10 дней отсматривали эти команды, выбирали тех, кому показать Александру Васильевичу. В числе тех, кто показался Александру Васильевичу, были и мы. Александр Васильевич расплакался, расстроился, подбежал, обнял командора. И мы так попали. Да, фантазии. Никита, вот знаете, в Сочи каждый год фестиваль проходит. Есть такое правило в КВН, что вот если ты хочешь играть в каких-то лигах, ты должен приехать в Сочи и показаться. Если тебя нет в Сочи, тебя нет. То есть вот все-все команды, представляете, сколько там у Амика в каждом городе практически есть. Есть лиги даже в других странах, я не говорю о постсоветском пространстве, да, где тоже много бывал. С КВН, Казахстан, Кыргызстан, Грузия. Есть сейчас команда КВН из Англии играет в высшие лиги. В Израиле. А они на русском языке? В Израиле, да. На русском языке играют. В основном, русскоязычное все-таки движение. Ну, конечно, да. Но в основном это такое русскоязычное население. А в Германии был в Дюссельдорфе, есть команда КВН, вот тут позвали в Испанию. То есть есть сейчас КВН, и вот все эти люди съезжаются на фестиваль в Сочи. Там несколько тысяч КВНщиков со всего мира. Была как-то команда из Голландии, была команда из Мексики, а нет, не из Мексики, а из Канады. Из Австралии самая далекая команда. Из Австралии самая далекая была команда. То есть КВН жив, все, диагноз поставили. Да, и вот там на фестивале в Сочи, ну, все претендуют как бы на какие-то лиги. Понятно, что все, скрестив пальцы, хотят попасть именно в высшую лигу, но попасть это очень тяжело, потому что там всего 20 путевок на 600-700, там иногда даже до тысячи команд. 20 команд могут участвовать в высшей лиге? Да, это, ну, как бы некий предел. Вы прорвались? Да, мы спрорвались. Сколько лет вы не участвовали в Сочинском фестивале? Шесть, получается. Нет, в Сочинском фестивале мы участвовали каждый год, они играли на Первом канале шесть лет. То есть не получали эту путевку в высшую лигу? Мы просто ездили, не пытались. Да, мы ездили, знаете, как бы выступать нас помнят, там знают, поэтому приезжали так, привет, привет. Чтобы не забыли. Да, да и знаете, если уже приехал в Сочи, просто даже, ну, повидаться с друзьями, чего не выступить. Ну, правильно, все равно уже здесь. Итак, первое, товарищи КВН жив. Второе, команда из Кировской области под названием «Вятка» в этом году прошла высшую лигу. Игра состоится в Москве когда? 16 марта. И будет прямая трансляция. Наверное, не прямая все-таки, в запись. Запись КВН на центральных каналах будет. Кто сейчас транслирует, кстати? Кто транслирует? Первый канал снимает. Первый канал снимает, и первый канал транслирует. Среди 20 команд, кроме вас, кто еще, кто прошел? Ох, давай, Никит, наверное, ты лучше географию знаешь. Борцы, Сургут, Русская дорога, Армавир, Плюшки, Минерия, Слава Мудрого, Тверь, Сочи, Цирка, Планета Сочи, Раисы, Чита, Лондон. Самые сильные команды сейчас какие? Кто фавориты? Русская дорога одна из моих любимых команд. Это ваш личный фаворит Никита Трунов. Это мой личный фаворит. Ну, надеемся, что мы одни из фаворитов. Если мы тебя поменяем на русскую дорогу, то мы поменяем. Я вам, честно скажу, ни одно название не знаю. Ну, то есть мне неизвестна совершенно ни одна команда. Я тоже, вот признаюсь, я приехал когда в этом году в Сочи, оказалось, что я практически в последние два года не смотрел КВН. Для меня тоже было, ну, люди подходят, здороваются, они-то нас знают. Говорят, мы вот на вас выросли, мы вас смотрели. Ну, непонятно, как к этому относиться. То ли это комплимент, то ли как бы пора идти. А что случилось в этом году? Вы говорите, у нас не было даже такой задачи. Мы приезжали в Сочи, чтобы нас не забыли. А в этом году, видимо, вы поставили такую задачу, что произошло. Ну, наверное, дело в том, что КВН, это как болезнь, она неизлечима. Наверное, это просто выстрелило. В общем, бывших КВНчиков не бывает. Бывших КВНчиков не бывает. Ну, не знаю, вот любой КВНчик, наверное, согласится со мной, что когда ты играл в высшей лиге и не победил, все равно остается какое-то чувство недосказанности. То есть все равно хочется вернуться когда-то, приехать и победить. Понятно, что с каждым годом, кажется, все больше, ну, уже фантазии какие-то, но вот в этом году, видимо, прострелило. Ну, а может быть, как раз дело в том, что... Потому что мы готовились полгода. Что ты врешь? А вы готовились или не готовились все-таки? Ну, мы готовились не полгода уж, конечно, две недели, наверное, мы готовились. Эмоционально мы готовились все шесть лет. Реально по делу. Тут, наверное, вот в чем суть. В том, что, оказавшись в Сочи, ну, пути назад уже точно не было. Потому что такое количество людей начало подходить и говорить, что, ребят, блин, вот вы бы начали играть, мы бы снова стали смотреть КВН. А, то есть люди, которые приезжают в Сочи, не смотрят КВН? Как интересно. Блин, мы туда съезжаемся, но мы сами что-то вот тоже играли года три-четыре назад, что-то последние годы как-то не смотрим. А вот, блин, вот хочется кого-то такого увидеть, чтобы вот эту ностальгию пробило. Старая гвардия вернулась. Старая гвардия, да. Прервемся на полминуты и продолжим наш разговор с Дмитрием Бушуевым и Никитой Труновым, членами команды КВН «Вятка». Продолжаем разговор. Развитие КВН-движения в Кирове. Команда «Вятка» вернулась в Высшую Лигу. И мало того, что вернулась, да, пробилась на московский фестиваль, как это называется, да, КВН. Высшая Лига. Высшая Лига. 16 марта состоятся игры на Первом канале, мы сможем их посмотреть. 20 команд туда прошли. И вот, как нам рассказал Дмитрий Бушуев, фронтмен команды «Вятка», он сказал, что мало того, что «Вятка» вернулась в Высшую Лигу, она еще и воодушевила коллег, которые в Сочи признавали, что вот нам не хватало этого вдохновляющего элемента. И как славно, что вы вернулись. Давайте скажем, в каком составе вы вернулись? Да, практически тот же самый состав. Те же самые наши бравые генералы. Сколько человек играет сейчас в команде? У нас пятеро на сцене. Давайте назовем, ну вот один сидит справа от меня, это Никита Трунов, который по совместительству еще директора команды, который, кстати, и стал сам, наверное, воодушевляющим элементом. Вот я вам секрет открою, это он последний месяц до Сочи начал всех обзванивать. Мы как-то, ну знаете, среди нас уже эти разговоры о том, что давайте, может, поедем в Сочи, выступим, вернемся в сезон, они уже, ну, стали такими байками, которые вроде, ну, мы потешим друг друга, как бы съездим и успокоимся. Да, я снова хочу в Париже. Я поняла, кто поставил задачи. Да, и он как-то, когда он в очередной раз начал говорить, давайте поедем, давайте снова пойдем в сезон, мы как-то вроде, ну, опять сейчас поговорить и успокоимся. Мы это кто? Еще раз. Ну, еще у нас есть Артем Гагара, который тоже. Это мы знаем, роднополисы. Роднополисы. Еще у нас есть Руслан Шишкин, это, кстати, тоже роднополисы, только он концертный директор у них, он, кстати, и у нас сейчас концертный директор по совместительству. У нас в команде все должны иметь должность директора. По-другому это не работает. Кроме тебя. У вас всего-то ничего, конечно. Да, кроме меня. И у нас еще есть, кого я забыл? Родион Коков. Родион Коков. Так, Родион чем отличается? Спасибо. Он у нас директор по эмоциональной... Лысости. Нет, по лысости я директор. Винни-директор. Он, наверное, по... Он душа команды, я бы так сказал. А чем занимается Родион в обычном жизни? Он сейчас сценарист. Работает на СТС. Да, работает на СТС. Нет, нет. В Москве пишет, да, на СТС в Москве. Туда пишет, да, есть вот это шоу выходного дня, по-моему, называется. Сегодня эфир, первый эфир на СТС шоу выходного дня, это именно то шоу, в котором он выступал сценаристом и автором. И также там снимается Артем Гагара в этом же шоу. СТС. СТС. Все понятно. Не девятый канал. СТС. Осталось разобраться с вами все-таки. Да, и вот я вам расскажу эту историю про Никиту, забавную про то, что, ну, мы думаем, ладно, поедем в Сочи. Не буду перебивать, не буду. Там, ладно, видно будет, думаю, ну, опять побесимся немножко и никуда не пойдем. Но на нас, вот я говорю, настолько навалилось это все. Настолько навалились люди, которые говорят, идите в сезон, идите в сезон. Мы думаем, блин, уже как-то, ну, пути назад нет. А Никита провернул очень хитрую схему. Он, вот, когда мне звонил, он сказал, я всем позвонил, все очень хотят, все согласны, все готовы. Вот только ты остался. И всем остальным, наверное, он говорил то же самое. Именно он эту хитрую схему провернул, и как бы, и в какой-то момент мы только в Сочи поняли, что нас обдурил Никита. Но, как видите, это привело к возвращению в сезон. Хорошо. Я просто хотела с вами тоже, друзья, разобраться. Дмитрий, вы чем в жизни занимаетесь, помимо КВНа? Ну, я тоже сценарист. Ну, вообще, надо сказать, что КВН очень многогранная история, да, если ей заниматься. То есть, очень много грани КВН приходится, как приходится, с удовольствием очень много грани КВН в своей работе и жизни задействует. То есть, я сижу в редактуре, и очень много редактирую другие лиги, да, в других городах. Вот сейчас, пока это небольшой секрет, но мы вам расскажем. В Кирове мы тоже будем запускать очень мощную скоро лигу, а именно официальную КВН-лигу, куда приедет, наверное, нас поддержать Масляков, провести. Старший или младший? Младший. Младший Сан Саныч. Старший Александр Васильевич уже никуда не ездит, да, для этого сейчас есть Сан Саныч. Вот, он, ну, тоже очень, очень сложно его, на самом деле, привезти, очень плотная у него графика, очень много регионов хотят его к себе привезти. Потому что КВН есть везде, как бы, а Сан Саныч, он один. Поэтому, но у нас отношения очень хорошие, поэтому он к нам приедет, я уверен. Вот, смотрите. Очень скоро это когда? Ну, пока это секрет. Пока вот мы... Ну, давайте, горизонт, горизонт. Весна, лето. Люди, которые... Ну, это такая местечковая история, да, получается, городская история. Да, люди, которые хотят играть в КВН, есть везде. Вот я как редактор могу сказать, что бывает иногда ездишь, вот, я ездил на Лигу атомных электростанций, Российская Лига атомных электростанций. Да, куча таких... Костром нефть играет в КВН. Да, МЧС играет, да. Да, ну, это такие внутриотраслевые, да, вещи уже. Да, но я имею в виду, что, ну, от детского сада до завода, там, от вуза до... То есть, неважно, по географическому принципу или по какому-то профессиональному, везде всегда есть люди, которые хотят играть в КВН. Вот, то есть, если говорить о КВН как о телепередаче, у него, наверное, есть сложности. Вот это, наверное, люди имеют в виду, когда говорят, что я там, может, перестал смотреть или еще что-то. Наверное, речь только о телепередаче КВН. А вот сама игра КВН, сама идея КВН, она есть везде и всегда. Я все-таки должна уточнить по поводу запуска КВН Лиги и переезда Маслякова Сан Саныча. Так будем надеяться, что это весной состоится. Для того, чтобы запустилась Лига, что нужно? Ну, в первую очередь, у нас сейчас задача съездить и сыграть. На самом деле, надо понимать... 16 марта. Да, при том, что вроде это как бы не очевидно связанные проекты, вроде как бы Лига-Лига, а команда-команда. И все равно, головой этой змеи будет команда КВН-Вятка. То есть, у нас очень много действительно и проектов уже написаны. Вот мы были на встрече здесь в администрации и проекты эти презентовали. В правительстве, насколько я знаю, были. Да, да. И мы... В соседнем здании. В соседнем здании. Никита показывает, да. И мы сразу как бы договорились, что все-таки, все-таки, вот сейчас ближайшие 2-3 месяца, потому что будет еще, дай бог, четвертьфинал скоро. Не загадывай. Ну, дай бог. Вот. Нам придется, ну, в первую очередь этим заниматься. Если мы сейчас будем распыляться и отвлекаться на какие-то другие проекты, то может пострадать самое главное. Поэтому, ну, мы пока вперед сильно не будем заглядывать, но в первую очередь нужно удачное выступление команды, да. То есть, к нам в Сочи мы о себе очень хорошо напомнили, очень хорошо возобновили все эти отношения к нам, в общем-то, эти люди сами начали подходить. Говорят, что, ребят, давайте, блин, мы рады, что вы есть, что вы живы, давайте работать вместе. Так что, в принципе, ну, а дальше это уже административный ресурс. Сейчас, секундочку. Итак, 16 числа, это какой будет этап? 1-8. 1-8, а 1-4 когда? Это май. Май и финал? Нет, там еще полуфиналы будут. Финал, это октябрь. Будет еще музыкальный. Октябрь и финаль. То есть, весь год практически в этом процессе. Да, мы весь год. И параллельно вы все равно будете заниматься тем, что вы будете запускать КВН-лигу в Кировской области. Да. В области. Именно в области. Зачем вам это нужно? Ну, я думаю, что... А у нас есть телефонный звонок, может, вас спросят. Давайте. Снова повторят мой вопрос, зачем вам это нужно. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Света Слав, я тоже бывший КВН-ч, давным-давно играл. Вот, я очень рад, что вы такую тему подняли. Вот, у меня единственный вопрос к Диме, то есть вы, я так понимаю, что хотите подвинуть Букланса? Вы подвинуть кого? Букланс. Давайте, давайте. Подождите, подождите, подождите. А кто такой Букланс, объясните нам? Подождите, Дима, пусть нам слушают. Он вам сейчас расскажет, наверное. А вы, а вы можете пояснить? А, ну, он якобы у нас является президентом вот местного КВН и так далее, и так далее. А вы с ним знакомы лично? Ну, конечно. А вы лично с ним знакомы? И скажите, пожалуйста, тогда, как бывший КВН-щик, кто знаком с Буклансом, с которыми мы вот тут не знакомы, что из себя представляет сейчас КВН в Кирове? Ну, я могу сказать о том, что Бобик сдох. Бобик сдох. Все, спасибо. Печально. Есть Бобик, который сдох, и есть господин Букланс. Так, ну, давайте мы все-таки слушателям нашим напомним, да? Дмитрий Игоревич Букланс, да, президент Кировского клуба КВН, в общем, клуб КВН, в котором мы сами начинали выступать, сами начинали играть. Мы хотя бы поэтому уже все равно к нему очень хорошо относимся и к клубу КВН, Дмитрию Игоревичу. И, слушай, ну, вопрос я твой понял, знаешь, ну, тут подвигать, наверное, слово не совсем корректное для меня. Вы сотрудничать будете, вы планируете? Да, мы будем встречаться и искать какие-то способы сотрудничать. И я, например, лично очень надеюсь, что мы их найдем, потому что, ну, много-много лет уже есть желание этим заниматься, много лет к нам появляются, вот, ну, в соцсетях звонят, там, встречаемся мы где-то с КВНщиками, которые сейчас играют в Кировском клубе КВН последние 5-10 лет, да? И они все просят этим заняться, говорят, что, ребят, ну, что-то, ну, не очень хорошее, да, происходит с КВНом. Блин, может, вы же как-то вроде... Новое дыхание не придете. Да, передать бы какой-то опыт, привести бы сюда людей, как бы наполнить бы снова залы, да? Ну, и оказать какую-то профессиональную творческую поддержку ребятам, которые только начинают играть, которые играют здесь, да? Вот, опять же, скажу, что, ну, напомню, что люди, которые хотят играть в КВН, есть всегда и везде, поэтому, ну, вот, поддержать бы их. И мы ищем какие-то точки соприкосновения, но пока их, ну, не удавалось находить. Но вот в этом году мы настроены решительно, и я очень надеюсь, что у нас диалог этот состоится в, ну, в удачном, позитивном ключе. То есть было бы правильно, если бы все-таки вы совместными усилиями с Кировским клубом КВН и Дмитрием Буклонсом это движение перезапустили. Да, именно. Никто не хочет никого подвигать, воевать, нет смысла в этом. Тут важно еще очень понять, что, ну, эти люди, да, не только, Дмитрий Говорич, там есть целый клуб КВН, они занимаются этим очень давно. И, наверное, у нас раньше, ну, общий язык мы не могли найти, потому что мы говорим немножко, ну, в разных ключах. Для них, наверное, это, в первую очередь, все-таки какая-то коммерческая история, да? Ну, все равно это как бы их дело, это их бизнес какой-то, да? Для нас это абсолютно некоммерческая история, то есть для нас это, ну, вот, мы на базе КВН чуть позже будем запускать некое общественное явление, поэтому для нас... Движение, боже мой! Еще один анонс. Нам-то очень важно на сегодняшний день создать какую-то, ну, не хочу говорить слово, структуру, но какое-то явление, какое-то течение создать, да, в Кире? Ты же сказал только что. Это не я. Вот. Через которое мы сможем, ну, общаться и взаимодействовать со всеми, там, творческими начинаниями в городе Кире, со всеми людьми, которые хотят что-то делать. Вот все, что угодно. Вот КВН, он всегда этим и являлся, то есть вот я помню, когда мы играли, начинали КВН здесь, у нас были, вот, как собирается команда КВН, вот этот парень поет, вот этот парень диджей, вот этот парень борец, вот этот парень танцор, вот эта девушка лыжница. Вот, на самом деле, все люди, которые каким-то образом хотят чем-то заниматься, они так или иначе раньше оказывались в команде КВН. Ну, то есть КВН все-таки такие творческие, это лифты такие для творческих людей. Блин, абсолютно социальный лифт. Вот мы хотим, на самом деле, в Кире на базе КВН построить четкий социальный лифт, молодежный, да, начиная там с детей, да, для них сделать уже там, возможно, летом лагеря, да, и постепенно-постепенно двигаясь в эту сторону. То есть мы будем заниматься, я думаю, не только КВН, есть же замечательные явления, как студенческие весны, да, студенческие весны, которые, как бы, ну, тоже перестали существовать, они в вузах где-то локально существуют, а вот этого межвузовского огромного концерта, который раньше был два раза в год. Это было, было, я конец 90-х помню, это из одного вуза в другой, да, это билет было невозможно достать. Да, я помню, я тоже, ну, это было очень важно, я помню, что там мы заходили в деканат, нас отпускали с самых даже жестких лекций, столько, чтобы мы там честь вуза представляли, то есть это было очень важно, и это очень хотелось сделать. И вот то, что это сейчас немножко все куда-то растерялось за последние, там, не знаю, 5, 10, 15, 20 лет в Кировской области, мы хотим это все возобновить и на базе этого еще нечто большее выстраивать. Ну, вот если это так, то надо сказать, что Георгию Барминову, который нас отвечает за молодежную политику, и Дмитрию Александровичу Курдюмову, который еще выше, который курирует, очень повезло, потому что если взять эту историю и действительно ее реализовать, ну, хотя бы в какой-то части так, как это было, когда-то еще новую привнести, то, наконец-то, хоть будет понятно, какая у нас молодежная политика, где она, есть ли она, что с ней вообще происходит. Сейчас мы прорвемся буквально на полторы минуты на рекламу и продолжим с нашими гостями Дмитрием Бушуевым и Никитой Труновым. Развитие КВН-движений в Кирове. Вот натурально мы с тобой сейчас, Аня, обсуждаем, да, с нашими гостями. С нашими гостями. Просто победу команды «Вятков». Дмитрием Бушуевым и Никитой Труновым. Команда «Вятка», которая вернулась из Сочи и которую мы в этом году увидим в играх на Первом канале. Да, но вот сейчас опять в перерыве вернулись к Сочи и Никита сказал, что, собственно, рекорд взяли с 2000 года по захлопам. Что это такое? Расскажите. Ну, на фестивалях в Сочи, когда выступают команды перед Александром Васильевичем, в зале сидят КВНщики. То есть те, которые оценивают тот юмор, который ты преподносишь Александру Васильевичу. Ну и вообще всем КВНщикам. В КВНщики специфический зал, и у них, соответственно, есть какие-то специфические привычки. Одна из них это, так называемая, захлопать. Волны. Аплодисменты. Да, когда мы еще начинали играть, это называлось «Волны», потом это называлось «Захлопы», сейчас это называется «Паровозы». Это когда зал начинает хлопать и ускоряется, и не останавливаясь, доводит до истерики и до крика. И оказывается, что давным-давно в КВН есть уже человек такой. Смехометр. Смехометр такой. Это все фиксируется. Какой процент шуток зашел, сколько было вот этих захлопов. То есть есть такая таблица, она причем на сайте КВН.ру, она существует, ее можно посмотреть. И там установили своеобразные рекорды. И вот последний рекорд был поставлен в 2000 году КВН «Уральские пельмени» на этом фестивале. Они получили 12 таких захлопов в «Паровозах». А в этом году мы получили 13. То есть мы как бы сами этим... Держись, Светлаков. Легко и непринужденно обошли «Уральские пельмени». Да, и тут надо сказать, что смотрят это именно КВНщики. То есть это вот реакция тех людей, с которыми мы вместе, грубо говоря, играем. И будем играть где-то там, соревноваться где-то. То есть это вот... Ну, все равно, что актеры выступают перед актерами. Все равно, что сценарий сценариста оценивают сценаристы. Это вот очень, надо сказать, придирчивая, очень специфическая аудитория. Поэтому там многим командам, которые у себя в городах хорошо выступают, потом приезжать там очень тяжело. Потому что они-то вроде на обычный нормальный зал выступают, все вроде смешно. А там сидят циничные, все видевшие люди, которые как бы сами 10 раз с утра это же написали уже. В общем, тяжело их рассмешить. Слушайте, а это дорогая все-таки история? Вот поездки на эти фестивали, подготовка программы. И дальше хотелось бы перейти вот запуск КВН-лиги. Она ведь тоже, этот запуск тоже требует каких-то затрат. Да, конечно. Как вы вообще в Сочи оказались? Вот вы сами все время платили? Или вас поддерживают партнеры, спонсоры? Никита сейчас расскажет. Нам оказали в этом году уникальную поддержку. Нет, вообще очень такой 16-й год закончился на нотке волшебства. Так, 16-й. 17-й. 17-й. Я все, что я хочу жить на год раньше. Просто мне вот скоро 30 лет, а я никак не хочу этого. Да ладно. После 30-ти тоже есть жизнь. Мне кажется, в 40-х все только начинается. Я хотел сказать, в 35-е. И до этого вообще план вернуться давно был, еще в 16-м году. Но вот именно в конце 17-го я позвонил. Все вообще было настолько просто, что было даже страшно. Я позвонил в приемную Александру Анатольевичу Чурину, написал туда письмо им на их почтовый ящик. Первому зампреду. Да. Описал все, что мы хотим, что вот какие у нас шансы, описал, что мы хотим в будущем. То есть написал все, что в принципе, чтобы было понятно обычным языком человеку всяких. То, что мы всегда, когда ходим искать поддержки, то, что мы всегда рассказываем, то, что мы всегда письмами отправляем. И я вот сейчас могу сказать, что многолетний опыт этой работы говорит о том, что это всегда очень сложно. Сейчас вот даже есть некий скандал с одной командой из высшей лиги, которая попасть-то в высшую лигу попала, а поддержку им их город не оказывает. Они вплоть до того, что даже сниматься хотят. Хотя вы представляете, да, то есть они из 700 команд попали в 20-ку, добились, а сейчас их город не может поддержать. То есть сначала пообещали, потом сказали извините, ждет идеи их нет. И что за бред? И вот я просто маленькую, да, прелюдию к этому сделаю. Просто любит передевать? Нет. История-то там заключается. Но он же не директор же должен же. Да. Я пока говорю, пока говорю, я главный. Как-то перестаю, вступаю в должность. Вот. Это всегда, ну, феноменально тяжело. Это всегда, ну, проблема. Мы всегда, сколько я помню, играли в КВН. Мы тоже живем где-то стоя. То живем где-то в Москве у моего брата. Ну, то есть это какая-то вообще неимоверная история. И в этом году произошло чудо, о котором сейчас расскажет Никита. Вот впервые за 20 лет, за 20 лет, что я занимаюсь добычей ресурсов для КВН, назовем это так, впервые произошло какое-то чудо. Вот мы реально связались, на следующий день уже были на встрече. И уже через неделю поехали в Сочи. То есть, ну, я не знаю, что это меняется, наверное, в этом мире все-таки. Во-первых, оказалось неимоверно просто и быстро попасть туда. То есть, ну, то, о чем мы очень давно, я не знаю, наверное, все говорим, о том, что как-то бы здорово было бы, если бы власть была по открытии, да, если бы двери были открыты, как бы. Раньше приходилось, знаете, через какие-то... Знакомых там постучаться, зайти, слово замолвить. Все, это получилось. У нас просто времени мало. Это получилось. Вам помогли, вас профинансировали, отправили в Сочи. И дальше я хочу сказать, что ведь запуск КВН-лиги в регионах и, как вы говорите, вот большое движение такое, не политическое, я заметил, движение. Движение, которое предоставляет возможность, если у тебя есть способности творческие, уникально выдающиеся, продвинуться и реализоваться дальше, как это было всегда в КВН-е, раньше, раньше, надо сказать. Вот оно тоже будет требовать финансирования. Я знаю, что в некоторых регионах Российской Федерации, в частности, в Самарской области, такой опыт, когда правительство приняло прямо программу по развитию этого движения, он состоялся и успешно реализовывался в течение трех лет. Вы знаете об этом? Давайте просто напомним слушателям нашим, что Самара представлена на сцене, на большой сцене КВН, команда ИСОК, насколько я понимаю. Они чемпионы. Наши друзья. Все-таки ты больше следишь за Канадой, чем я. Очень наши хорошие друзья. И мы, естественно, будем у них опыт перенимать. Но, в принципе, мы пытаемся сейчас реализовать именно это. То есть мы хотим сделать... Их опыт. Да. Ну, и опыт, который мы собрали, наверное, со всех уголков нашей страны и ближнего зарубежья. Потому что я ездил редактировать и создавать вот такие лиги, в том числе в Салихард, в том числе в Якутск, в том числе в Хабаровск, в том числе в Грузию, в Тбилиси. В Салихарде они даже оплачивают проезд командам, которые к ним летают играть. Салихард может себе это позволить, я думаю. Да, у нас, знаете, как развитие чего-то крупного, это Север и Дальний Восток. Ну, или Казахстан. В Казахстан я тоже ездил, занимался лигой. И все время один вопрос в голове крутился, а что не в Кирове? Ну, вот почему не в Кирове? Как бы, ну, вроде даже нет официальной лиги. Хочется здесь сделать, хочется здесь сделать. Вот сейчас появилась эта возможность. Нас поддержали, нам дали зеленый свет, сказали, парни, давайте делать. Причем, когда мы заговорили о том, чтобы сделать именно что-то в Кирове, не просто, ну, вот, можно же просто съездить там, поиграть на Первом канале. И все, расслабились дальше. И здорово. Еще на 6 лет так. И здорово. Все время отдых. И как бы, а когда мы заговорили о том, что, блин, ну, мы хотим-то еще в Кирове, как бы, нам сказали, вот, вот, ребята, поэтому мы вас и поддержим. Вот теперь вы граждане своего региона. Со своей гражданской политики. Теперь я тебя хвалю я. То есть нужна программа все-таки, нужна программа совместная, обязательно нужна поддержка и бизнеса, и правительства, да, потому что политическая линия в том смысле, что поддерживать именно. Но вы не будете политизированы, я надеюсь, друзья. Нет, конечно. Нам даже, наоборот, такой акцент. Не под флагами там одной партии или другой партии. Нет, наоборот, сделали акцент, что это вне политическое явление. Ну, в смысле, не за какую-то конкретную партию. То есть, что просто, ну, мы вас поддержим именно потому, что, блин, а когда-то что-то было такое. А вы реально можете такое сделать? А давайте мы попробуем это все сделать. Что нужно с нашей стороны? Мы там план набросали. Тут ведь надо сказать, что тут даже не столько в деньги упирается, сколько в поддержке нужны здания, нужны транспорт, нужны, ну, вот это зеленый свет на какие-то мероприятия. Нужно просто определить, что это как одно из приоритетных задач в молодежной политике. Когда это так, мы это знаем. Сколько проектов сгинуло, когда не определялось, это не вписывалось никуда. Да, вот, ну, то есть, не исключено, что, понятно, что мы, вот, там, в Самаре это заняло три года, понятно, что мы тоже, как бы, делаем ставку, ну, не за месяц это все сделать. Мы будем постепенно это все наращивать. Наша цель, наверное, да, за три года прийти вот к тому результату. Потому что там в Самаре... Но найдутся люди, которые будут вставлять палки в колеса нашей продуктивности. Ну, эти люди всегда есть, но ничего сложного. Давайте мы этих людей сразу призовем все-таки свои способности. На благо направления. Интегрировать, интегрировать на благо общего дела. Чем и хорош КВН-то, как бы, ты, если с чем-то не согласен, ты, как бы, приходи и шути об этом. То есть, вот, у нас в чем и чем очень важен опыт, который удалось получить, и который мы здесь хотим реализовать, что КВН все-таки, особенно местно, должен быть, ну, в первую очередь, без цензуры. Я имею в виду, что редактура должна быть, да, потому что люди ходят взрослые. На пошлость, на черноту, еще на что-то, да, конечно, должна быть какая-то редактура. Но вот именно с точки зрения того, как это есть в некоторых регионах, когда люди, там, из правительства ходят и говорят, мы вас поддержали, а не шутите об этом. А, класс. А вы вот хотите сказать шутку про нашего, вы с ним посоветовались? А в докладе обидится. О министрах только хорошее. Мы этот вопрос сразу проговорили, нам сказали, не, ребятка, слава богу, что у нас на сегодняшний день такие люди там сидят. Вот мы конкретно с Чуриным общаемся. Он сказал, не, мы как раз вот с той позиции, что как можно вообще контролировать это явление, а самое главное, зачем? Легче вот как раз, ну, разумнее и полезнее прийти и послушать, что говорят. А у меня сразу вопрос. На сочинском фестивале шутили над Путиным? Да. Мы? Нет, вообще, шутки были? Спокойно, да? Проходит, не цензурируется. Ну, это же фестиваль. Понятно, что в телек это не пустят там. Ну, в каких-то моментах. Не, ну, почему? Тут надо тоже понимать, что... Вообще, если ты мне позволишь, я скажу, что 1 марта... Одна минута осталась для директора. 1 марта будет игра, третья, 1 восьмая игра, и вот именно на нее будет присутствовать президент. На ней. Хотелось бы посмотреть, как там будет шутить. В этот момент, в этот момент, но мы... Но нам не покажет. Ну, мы можем съездить, глядишь. Да, вполне себе. Да, ребят, очень приятно слышать такие новости, да? Нет, приятно, безусловно. Я-то всегда за то, чтобы развивалась всевозможная гражданская активность, в том числе там и в творческом направлении. Мне кажется, что КВН... Ну, в свое время я согласна с нашими гостями. Это просто кузница кадров была. Вот для очень многих кировских и не только кировских организаций. Будем следить за вашими успехами и помогать, чем можем. Пожалуйста, студия наша для вас всегда открыта. Благодарим наших гостей. Дмитрий Бушуев, фронтмен команды КВН «Вятка», Никита Трунов, актер команды КВН «Вятка». Первый час дневного разворота завершен. Сейчас перерыв, новости, тематические программы, реклама. И ждем нашего гостя.